всем привет меня зовут саша и вы на канале 7 видеоблог поговорим о редми ноут 8 провод есть такая маленькая распаковочка красная коробка как мы видим редми ноут 8 обычный в синий прошка в красной и видим что в принципе он довольно неплохо выглядит особенно мне нравится тот в белом цвете который представлен на видео но собрались мы здесь не для этого мы еще не видели не тестировали тесты процессора helio g90t по моему но якобы здесь на видео он заходит в antutu я не знаю это китайская antutu либо обычная но мы видим что он заходит и внимание телефон набирает 270 тысяч в antutu я понимаю что это не как бы не сильно прямой показатель но 270 тысяч от mtk это во-первых во-вторых 270 тысяч на not 8 pro на среднем бюджетном телефоне дошли бюджетном в третьих 270 тысячами набирал mi8 когда его купил с коробки набирал там 270 ты сейчас набирает там около 300 а здесь not 8 pro который набирает 270 тысяч напишите комментариях вы в это верите или нет если это действительно так то возможно все таки этот медиатехни так уж и плохо также камера с разрешением все четыре мегапикселя здесь он якобы сделал фотку и показывает мы видим что фотографии занимает около 19 мегабайт 1 а разрешение фотографии 9248 на 6936 это довольно неплохо если издалека фотографировать либо что-то очень сильно приближать будут офигенно видно так что пишите в комментариях как вы думаете насчет процессора и насчет камеры идем далее помните недавно семья выпустила два новых смартфона для китая миссии си 9 и миссии си 9 е и мы думали что это будет ми а3 ими а3 light но так получилось что миссии си 9 е младшая модель и стала ми а3 а чем же будет миссии си 9 она будет выпущена для глобального рынка и это скорее всего будет телефон ми 9 light то есть это преемник от ми 8 light это новый смартфон по данным известно что главный редактор издания xda developers заметил все миссии си 9 в списке сертифицированных устройств android некоторых рынках аппарат упоминается как xiaomi mi 9 light то есть за пределами китая смартфон станет преемником mi 8 light так что вот так вот напоминаю основные характеристики этого смартфона это 6 и 4 дюймовый full hd amoled дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев процессор snapdragon 710 6 гигабайт оперативной памяти также еще есть nfc еще и стройной модуль камеры с основной камерой на 48 мегапикселей 4030 миллиампер батарейка быстрая зарядка usb тайп си и по моему там еще был 35 джек действительно неплохая модель но мы еще понимаем что еще mi 9 mi 9 se теперь будет mi 9 light еще есть mi 9 t mi 9 t pro короче с сиоми выпустила действительно кучу годных смартфонов но они почти все одинаковые в них можно очень легко запутаться ну и последняя новость на сегодня такая самая приятная для меня как вы думаете что это такое это смарт-часы но это не apple watch это amazfit gts были представлены новые смарт-часы как вы знаете если самое брать крутые часы на рынке это galaxy watch и apple watch у них есть всего лишь две проблемы они быстро разряжаются и стоит очень дорого вот amazfit решила сделать так понимаю практически копию новых apple watch сделали вот они шикарно выглядят это просто охуенно и самое главное что они будут разряжаться не так быстро по заявлению они будут держаться от 14 суток если это при включенных всех функциях и либо до там 48 суток если там что-то отключить также не будут стоить всего лишь 125 долларов и кто-то скажет что это вот такой откровенный плагиат но я думаю не будут пользоваться очень большим успехом здесь олд дисплей диагональ 165 дюймов очень хорошая пипи для таких часов также еще есть nfc для беспроводных платежей так что будем ждать когда они появятся у нас сейчас можете поставить лайк подписаться на канал и всем спасибо за просмотр всем пока